Друзья, всем привет! С вами Станислав Орехов. Мы сейчас находимся в Париже. Я хочу показать вам номер и лобби отеля. Давайте посмотрим, какие здесь вообще номера и что здесь происходит, потому что тут есть на что посмотреть. Итак, мы находимся сейчас в номере. Вообще номер небольшой, казалось бы, да? Изображение выглядит достаточно внушительно, но в целом здесь всего 13 метров. Вот дверь во всю высоту зеркала. Шкаф, столик, здесь окно. Можно посмотреть, что там у нас. Четвертый этаж, вон там соседи, кстати. Кошка там бегает. Налево-направо улица. Весьма оживленный райончик. Крыши парижские. Ну, давайте вернемся в номер. Очень интересный в целом здесь номер. Почему? Потому что, ну, давайте посмотрим. Вот кровать, да? И за кроватью такое вот изголовье. Недавно, я так понимаю, сделали его заново, вообще этот номер, и отель полностью обновили. Ну, видно, что не реконструкция, потому что даже вот здесь, даже здесь есть USB-коннекторы. Розетки. Ну, все здесь работает, все здорово, со светом, все по современным канонам сделано. Хорошая вентиляция. Один из немногих случаев, когда вентиляция не доставляет никакого неудобства. Она работает достаточно тихо. Вот такая асимметричная кровать изголовья. Да, есть какая-то кушеточка. Обратите внимание, все сделано из такого бархата. И вообще, я хотя бы обои и не сильно люблю, но вот здесь это вполне уместно. Обои из латуни вставочка. На полу такой бархатный ковролин. Ну, вот это, скорее всего, старое осталось. То, что было, сама дверь, плентуса, все остальное обновили. За изголовьем тоже подсветочка. Ну, уютненько и здорово. Номер достаточно небольшой, но из-за того, что все поверхности из-за таких тактильных материалов, выглядит все это дело очень-очень неплохо. Потолок сделан в такой же гамме. Красная гамма, да, кажется. Спальня. Спальню никто не делает красной, но здесь, в принципе, это все смотрится очень уместно. И, честно говоря, не раздражает. Я здесь несколько дней, и ничего такого, прям, что совсем тяжело находиться, либо спать, вообще никакого ощущения. Обратите внимание на потолок. Здесь интересное решение. Вот эти стены. Он не очень высокий, я почти рукой могу достать. 2,30 или 2,40. Дальше идет покраска. Вот все, что выше. И потолок такого же цвета, как и стены. И вот на потолке тоже интересно такое золотое решение. Золотая линия. Некое пространство, да, задает дополнительное. Ванная комната тоже очень небольшая. Здесь можно обратить внимание браковина. Когда места совсем мало. Вот, я думаю, здесь сейчас видно на картинке, да, есть зеркало дополнительное. Тоже на двери. Можно посмотреться в полный рост. Да, привет еще раз всем, уважаемым зрителям. Еще одно большое зеркало. Кстати, неплохо сделано, потому что именно вот такие вот большие пространства. Крупные объекты в маленьких пространствах смотрятся весьма-весьма уместно. Дальше здесь керамогранит на полу. Дальше идет какая-то ниша, да, здесь встроенное все. Ну, здесь я уже рукой точно достаю. Вот здесь люк. Идет здесь покраска. Такая же красная. Здесь какой-то тоже получается типа обоев. И окаймовка. Дальше вот этот натуральный мрамор. Обратите внимание, как идет раковина. И внизу идут полотенца. И душ. Вот, единственное, что здесь, конечно, не очень хорошо, это вот эти панели. Это не натуральный камень. Хотя выглядит весьма неплохо. Но если присмотреться совсем-совсем в деталях, то будут видны пиксели. Я не знаю, будет видно или нет. Это какая-то такая типа полупластиковая плитка, либо керамогранит. Под мрамор сделан. Ванны нет, но сантехника вся новая. То есть, это такая вот реновация достаточно недорогая. Но, тем не менее, весьма симпатичная. Выходим назад. В общем-то, здесь особо больше ничего смотреть не на что. Да, ну вот шкаф, да, телевизор. Телевизор, не знаю, не смотрел. Ну, наверное, работает. Стол. Везде, где нужны розетки, мини-бар. Ну, в общем-то, и все. Напоминаю, что номер всего 13 квадратных метров. И удивительно, как французы на таком маленьком расстоянии сделали все, что нужно. И самое главное, самое главное, что тут можно отметить, что здесь очень и очень уютно. Я думаю, что это благодаря вот таким вот насыщенным и ярким цветам, тонам, которые здесь присутствуют. И тактильным материалам. Потому что везде, везде обои, везде, ну, там такая вот покраска. Даже вот эта вот шероховатая краска красная, да, она такая очень-очень тактильная на ощупь. И, конечно, везде бархат, везде ковер, да, наверное, сделанный очень-очень такой качественный. Сейчас мы пойдем в лобби, и я покажу, как там тоже все в том же духе продолжено, но уже в другом цвете. Выхожу из номера и попадаем в синее, в синее пространство. Здесь все то же самое, но уже цвета меняются. Появляются тоже обои. Какие-то интересные. Все, кстати, хочется трогать. Все такое очень, ну, вообще приятное. Старая лестница, но обита она новыми материалами. Это какой-то ковролин, да, вот так выглядит. Так как потолки невысокие, здесь мы видим такие вот люстры, золотое, вот такую вот покраску, которая немножечко отражает. Все здесь достаточно компактное. Есть лестница, есть лифт, да, кстати, но вот мы сейчас пройдем по лестнице. Покажу, как она выглядит. В самый-самый низ. Спустимся. Окна. Цвета синий, золотой и черный. Штора. Светильники. Все выглядит достаточно симпатично. Быстренько спускаюсь по круговой лестнице. В ускоренном режиме. Оказываемся внизу и попадаем в лобби-зал. Здесь вот за такой китайской перегородкой находится бизнес-центр. Здесь можно посидеть, воспользоваться печатной продукцией и пройти в основную зону. Hello. Здесь у нас центральная зона. Здесь, кстати, сбоку лифт находится. Вот можно было спуститься. Он открывается очень интересно. Сейчас он закрыт, но он открывается, когда лифт приходит, приезжает. Везде шторы. За шторами ткань. Везде все мягкое. Это, кстати, очень хорошее решение, когда маленькие пространства, чтобы создать уют, все покрыть тактильными материалами. Тогда все получается очень уютно и здорово. Красивая очень инсталляция. И пойдем в основную зону. Да, вот здесь выход. Он открывается. Тоже интересный проход. Можно подойти, выйти на улицу. Хоп. Налево. Направо. Ну, так холодно, вернемся назад. Так, входим. Что мы видим? Слева, справа зеркала. Достаточно темное помещение. Наверху отражающая поверхность. Такое зеркало красивое. Идем дальше. Ну, вот здесь, конечно, тоже очень симпатично. Сейчас сделаю чуть-чуть посветлее. Хоп. Здесь такая игровая машина. Можно погонять шарик. Настульный футбол. Ну, очень такая. Самое классное, что все сделано так вот очень с душой. Очень такие мощные материалы. Очень красиво все это дело, конечно, выглядит. И нет никакой бутафории. То есть все честное, все серьезное, все настоящее. Это очень здорово. Так, посмотрим, что у нас на потолке. Зеркала. Ну, либо это латунь, скорее всего. Здесь составлены зеркала. Здесь по центру такое место, где можно посидеть. Посидеть, отдохнуть. Ну, и, конечно, вот это вот очень красивое центральное. Здесь, кстати, да, всегда темно, когда все в бархате. Очень здорово, когда солнечный свет не поступает. Для этих целей здесь используются такие шторы. Они постоянно закрыты. С улицы свет не идет. И здесь всегда даже утром царит такой некий полумрак. Очень неплохо сделаны вот такие декоративные элементы в виде полочек. Ну, то есть вроде как этой полочки, да, с декоративной штукатуркой. Либо чем-то покрашено такой краской. Это не штукатурка, да, наверное, это все-таки больше краска. Под сусальное золото. И стоят разные инсталляции. Два кресла. Очень симпатичный столик. Посмотрите, как красиво, да. Даже вот на фотоаппарате видно, что очень-очень все это дело симпатично. Хотя ничего здесь особо такого нету специального. Композиция из камина. Ну, конечно, это не камин, да. Здесь у нас металл, да, похоже на металл, на чеканку. Да, тонкий слой металла, наклеен на гипсокартон. Внизу стоят свечи, то есть имитация камина. Здесь центральное зеркало. И слева-справа такие бра. Очень важно, что яркого света нигде нет. Все сделано с помощью такого отраженного света. Так как здесь тоже у нас получается мягкая поверхность, бархатная такая, с помощью обоев. Все поглощается и мало отражений. Да, вот еще, кстати, неплохое решение по свету. Встроенные внутрь светильники ни в коем случае в глаза не светят. То есть самое главное в светильниках, чтобы они не светили в глаза. И вот я только если подхожу вот уже совсем-совсем близко под светильник, вот здесь сейчас, он уже начинает слепить. Но вот на любом месте, практически где бы я ни находился, никакого осыпляющего эффекта нет. Здесь подают завтраки. Тоже очень прикольно сделано. Отражающие поверхности. На полу керамогранит. Это как в ванной. И здесь уже в какой-то новый цвет вводится. Мы видим бирюзовый. Старинные симпатичные светильнички. Здесь можно в течение дня посидеть, попить чай. Пожалуйста. В любой момент можно воспользоваться. И вот зеленый зал дополнительный. Да, это кухня. Здесь особо ничего необычного. И второй зеленый зал, где можно тоже посидеть. Светильнички. Это металл. На металлическую проволоку насажены металлические листики. И за ними спрятаны просто лампочки. Это не светодиодные, а галогеновые лампочки. То есть от них даже тепло обязательно колоночки стоят. Но здесь они встроены. Вернее, не встроены, а поставлены отдельно. Могут быть встроены в потолок. Я так понимаю, что не успели бы об этом позаботиться. И вот сверху уже светит, конечно, освещение. Хотя, если я буду сидеть, наверное, слепить не будет. Хотя немножко слепит. Можно было, конечно, сделать и лучше. А вот интересное решение. Здесь фонарь получается. И днем натуральный свет. Много зеркал в таких пространствах, когда много текстиля. Да, дополнительно, конечно, здорово, когда есть отражающие поверхности. Это всегда работает в комбинации. Еще одно зеркало. Много-много разных тканей. Цвета не сильно выбиваются. То есть цвета очень близкие, холодные. Сочетание с теплым цветом латуни. Ну и так как во Франции очень много разных таких хутбизделушек. Вот они здесь тоже представлены. Камень. Керамогранистка и все тот же самый. И сбоку отражающая латуня. Мне очень здесь понравилось. И могу смело рекомендовать данный отель для приятного времяпрепровождения. На этом вроде как и все. Надеюсь, вам было интересно. Ставьте лайки, пишите комментарии. А на этом наше путешествие заканчивается. Уже завтра мы поедем в Москву. И в следующий раз поедем в новое место, в новый отель. И, возможно, запишем новую видеоэкскурсию. Делитесь этим видео с друзьями. Увидимся в следующих видео. С вами был Станислав Орехов. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok